Мой овен Мой овен Ты подснежник, цветущий в снегу И тебя, уа-ян, я забыть не смогу А раньше здесь тайга стеной стояла Медведь свою добычу детям нес И времени прошло совсем немало И вот ты слышишь пивисту колес У-а-ян, у-а-ян, у-а-ян Ты подснежник, цветущий в снегу У-а-ян, у-а-ян, у-а-ян И тебя, у-а-ян, я забыть не смогу В 82-м году в ноябре После смерти Брежнева Мы избрали генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова Он буквально через несколько дней После того, как избрали Пока я был в Москве Попросил меня, пригласил и попросил меня Переход на работу в Москву Я не соглашался Потому что республика мне была настолько дорого Родина, родная земля И потом здесь я уже много сделал И думал, что еще многое могу сделать Но он настоял на том, что Надо здесь вам взять Очень важную часть Он, конечно, намного важнее Для, в целом, Советского Союза Чем Азербайджан И потом уже дальше Ну, заниматься еще большими делами Ну, наконец я согласился Где-то, по-моему, 20-го числа ноября Приняли постановление О моем избрании членом Политбюро Я до этого, начиная С 75-го года, будучи первым Зактором ЦК Азербайджана Был кандидатом членом Политбюро А там меня избрали членом Политбюро И назначили первым заместителем Председателя Совета Министров Андропов мне сказал, что мне предстоит большая работа Но он не хочет меня сразу загружать Поэтому для начала Вот Самый тяжелый участок Который сейчас Как говорят Наносит ущерб В целом экономике Советского Союза Хочу, чтобы возглавили Это был транспортный комплекс К этому времени Вот уже два года сложилось такое положение Что транспорт работал очень плохо Железнодорожный, морской А в Советском Союзе, большой стране Все зависит от транспорта Например, завозили большое количество зерна Из Канады Из Соединенных Штатов Америки Выгружали в портах Допустим, Новороссийск Где-то Надо было перевозить их до Сибири А железнодорожный транспорт не справлялся В зимний период Ну, как раз в декабре Это уже была зима В зимний период Железнодорожный транспорт работает Изрухом плохо Угольная промышленность не выполняет план Не добывает столько угля, сколько надо А большое количество электростанций В Советском Союзе работали на угле Например, уголь, который добывался В Донбассе, на Украине Надо было его доставлять в центральную часть России Или морской транспорт А Советский Союз располагал большим транспортом морским И он не справлялся с перевозками И другие виды транспорта И вместе с тем, бам! Звини от ваги колокол Дороги все, кто молоды Нам карта побед вручена Отчизне в дар останутся Собочей славы станцы Запомните их имена Любовь, комсомол и весна С самого первого дня Отъезда комсомольцев на бам С начала стройки И до последнего метра И открытия золотого звена И окончания столицы бамы Мы снимали свою кинолетопись бамы То есть летопись Это жизни, судьбы людей Которые работали там Начали его строить В 1974 году И заявили о том, что он в 1984 году Будет пущен в эксплуатацию А уже в начале 1983 года Когда я начал работать Меня назначили председателем Комиссии по строительству бамы Уже оставался год А там еще половины работы Не было сделано А бам тогда имел большое значение Поэтому он возложил на меня И эту обязанность Гайдар Алиевич Алиев Был председателем Государственной комиссии По строительству бам И вообще он был Не только председателем Этой комиссии Но он курировал Наше министерство путей сообщения Позже уже на меня возложили И торговлю На меня возложили Легкую промышленность Обязанности Всей социальной сферы Это Вся система образования Вся система здравоохранения Вся система культуры Кино Печать Ну многое Когда Гайдар Алиевич Пришел сюда В Москву Когда он был Первым заместителем Председателя Совета министров И когда он курировал Значит Минтранстрой Наши То мы с полной Значит Почувствовали Значит Действительно Ну Глубину этого человека Да Это без красных слов Потому что он это Ну Крупный организатор Производства А нам производственникам Всегда нравилось Нам не нравилось Когда значит эстеты Там Значит И все это хорошо А вот когда Производственник Когда он Чувствует Да Твою проблему Понимает ее И находит Поскольку у него Все-таки Кругозор пошире Да Находит решение То это для нас Было очень важно В судьбе Гайдара Алиевича Было много Перекрестков Одним из таких Перекрестков Или Хотите Магистральных Направлений Было конечно Курирование Вопросов Транспорта Связи Ну и в том числе И может быть Первую голову Строительство БАМа Вот он В 82-м году Когда возглавил Комиссию Так по БАМу До этого был Там и Мазуров Был Вот А когда он Возглавил Эту комиссию Мы тоже Почувствовали Значит Ну Такое Влияние Активное Влияние На ход Событий На его долю Выпало Строительство Байкало-Амурской Дороги Это была Очень спорная Критическая Проблематика Но Жизнь Заставляла Нас Идти на Строительство Этой дороги Протяженностью 2600 Километров И эта Дорога Имела Огромное Значение В тот Период Потому что Производительность Той дороги Которая Была Построена При царе Батюшке Она уже Исчерпала Свои Возможности И Дорога Начала Приобретать Не только Хозяйственные Значения Но и Стратегическое Значение Вот Начал я Заниматься Бамом Ну Начал Регулярно Проводить Комиссии Слушать В каком Состоянии На каком Часке Что имеется Обнаружил Что Бамом Дело Плохо Обстоит Несмотря на то Что огромные Деньги Вкладывались В стройку Этой Магистрали Часто Люди Простаивали Потому что Не вовремя Поступали Строительные Материалы Шпалы Рельсы И другие Комплектующие Я помню Тогда В Совете Министров Очень Борные Споры Такие были И он Все-таки В конечном Итоге Принял Правильное Решение Он Для того Чтобы принять Какие-то Решения Должен был Сам убедиться И в условиях Стройки Для того Чтобы оказать Помощь Содействие Скажем Какими-то Решениями По Материалам Строительным По быту И условиям Работы Строителей Он должен был Своими глазами Убедиться Мы узнали Что он Приезжает Непосредственно На Стройку И мы Конечно Пожелали Снять о нем Сюжет Или даже Отдельный Фильм Но Рассказали Об этом Руководству И нам Пообещали Что с ним Свяжутся И дадут Знать Когда и Где Он Даст нам Такую Возможность Поехал По Обам 10 дней В Москве Я сел Поезд Ну Конечно У нас Специальный Поезд Был Чтобы Останавливать Где Можно И так Далее Ну Во-первых Он Располагался В таком Шикарном Красивом Вагоне Все Окна Были Зеркальные Видно Все Прекрасно Было И справа И слева Что Происходило Поезд Шел Посреди Вагона Стоял Большой Стол Весь Уложенный Картами Стройки Гидар Ильич Встретил Нас Очень Приветливо Он Занимал Все-таки Высокий Пост В государстве И Люди Такого Ранга Часто Были Воскомерны Пренебрежительно Относились К прессе А Гидар Ильич Нет Был Другого Совершенно Склада Очень Контактный Очень Дружелюбный Сразу Устанавливал Дистанцию Такую Короткую С ним Легко Было Говорить Он Слушал Он Отвечал Серьезно Иногда С улыбкой Такого напряжения В отношениях Не чувствовалось Там Надо было Установить Камеру Как это Всегда Делается Свет Объяснить Ему Что мы Хотим Он Все Это Сделал Встал В том Месте Где Где Нам Нам Было Удобно Снимать И Мы Снимали Его Время Движения Этого Поезда Но Самая Интересная Конечно Съемка Была На Этой Станции Где Его Встречали На Станции Которую Строили Азербайджанцы Это Был Такой Радостный Счастливый Эпизод Действительно Вы Здесь Героически Трудитесь Делаете Большое Дело Честно И Добросовестно Выполняете Свой Долг Перед Родиной И Перед Партией Большое Спасибо Вам За Ваш Труд За Ваши Большие Достижения А Вы Останетесь В Истории Как Основоположники Этого Будущего Города Я Был Свидетелем Его Встреч В Тынде Очень Теплых Встреч Безусловно Это Был Видный Деятель Нашего Правительства И Привлекало Внимание Буквально Всех Кто Находился И проживал На этой Территории И Он Никогда Не Обходил И не Проходил Мимо Того Чтобы Не Встретиться Буквально Не только Со Строителями Чисто Строителями Ну И Со Всеми Присутствующими И Эти Встречи Были Конечно Очень Теплыми И Вот Я Вам Показывал Фотографии Есть У Наш Которые Запечатлели Его Встречу В Ряде Пунктов Пребывания Его Вот Они Свидетельствуют Сами За Себя Теплыми Я в каждом городе, это по старой привычке, как здесь, я заходил в магазины, на рынки и так далее. Но и в городе вообще сплошились, что как же так Алия. Ну все же знали, мои портреты везде. Алия входит по улицам города, там секретарь обкома не делала этого. Ну вот, заходил в один магазин, второй магазин, третий. И, значит, пока я находился в магазине, уже выходило что-то, человек 500 собралось. Ну кто-то жалобой обращался, кто-то просто высказывал свое уважение и так далее. И вот комсомольцы на Абуре в одном магазине большом вышел, двое молодых подошли ко мне и сказали, что у нас азербайджанцы. Я говорю, что вы делаете? Учимся в политехническом институте, в каком курсе помочь четвертым. Ну, говорят, вы же нас отправили сюда. Ну вы знаете, тогда у меня большая программа была по обучению молодежи в различных городах Советского Союза и других республиках. Их мы здесь при конкурсе зачисляли, и они обучались. Они были довольны, я был рад. Это был человек, который общался и с руководителями различного уровня железнодорожного транспорта, руководителями, и с простыми рабочими. Вот помню, на какой-то станции, сейчас название не помню, остановились, собралось много народу, рабочие, путейцы, эксплуатационники, строители, окружили его. И он почти час с ними беседовал, отвечая на их производственные и житейские вопросы. Нам очень приятно было, вот что этот великий человек по-простому общается с простым народом. Одна женщина подошла к нему и говорит, Гейдар Ильич, помогите мне с квартирой, мать-одиночка. А что такое, что вам квартиру, дорога не может выделить? Она говорит, да уже обещают давно, но никак не могу дождаться. Дети подрастают, то все, тесно уже становится. Он обращается к руководителям Горьковской дороги, говорит, ну, товарищи, рассмотрите, посмотрите внимательно. Если есть возможности, конечно, надо помочь. Я потом интересовался, прошло некоторое время, действительно, она получила квартиру. Так вот на каждой станции едешь, останавливается, он идет по объектам, он очень интересовался, причем с народом всегда очень активно контактировал, очень активно. Выходи к людям. Ну, интересные люди живут в Сибири, там, в этих районах, общался с ними. А потом разбор. Ну, и каждый получал то, что требовалось. То, что он считал нужно, нужно раздать. Проехал по всем участкам. Конечно, были участки, которые уже были в нормальном состоянии, были участки, где еще надо было 2-3 года работать, были участки, где надо было 5-6 лет работать. А самый тяжелый участок оказался, это, значит, проходка Севермуйского туннеля. Там большие горы сибирские, очень сложные тектонические условия, очень высокая сейсмика, и геология очень сложная. И поэтому, видимо, проектируя, значит, бан, допустили ошибку или другого места не было, запланировали строительство туннеля 15 километров. Вроде 15 километров – это небольшое расстояние для туннеля. Но, однако, там гора или грунт оказался насколько трудный, тяжелый, что его не могли порагать. Водный бассейн, который оказался над туннелью, оказался больше, чем предполагалось. Поэтому проходчатые работы шли все время с откаткой воды. Это была река, по сути дела. Река выходила из туннеля и затрудняла проходчатые работы. Трасса Северомольского туннеля выбрана там, где туннели строить нельзя. Там четыре тектонических разлома. Поскольку я курировал этот вопрос, еще будучи первым замом министра пути и сообщения, я знаю. Точно так же, как знаю, что на строительстве Северомольского туннеля погибли люди, потому что вот эти выбросы, они были неожиданными. Это сложнейшее сооружение инженерное. Те сложности, которые там строители, строители, это невозможно описать. Это все время обрушивание пород. Это потоки горных рек, которые туда прорывались, в этот тоннель. Это совершенно неожиданные ситуации. То одна порода, то порода более твердая. Ну, я решил сам залезть в туннель. Мне говорят, ну что вы и так далее. Меня сопровождали несколько министров, работники ЦК из Госплана. Большая группа у меня была. Ну, что вы, зачем? Я говорю, нет. И вот, я говорю, дайте нам одежду, в какой работают люди, там. И оденемся. Ну, конечно, такие резиновые сапоги до сих пор. Но специально одежда, потому что сверху все пекло. Часть пути он сел в вагонетки, которые ходили, там, значит, в три погибели согнулся. Он думал, человек могучего роста. Да, готов ли. Комплексы, может, четырестминерная станка. Проехали на вагонетки, а потом, там, где шло бурение и все, шли пешком. Но я говорил, что условия там очень сложные. Сверху вода льет, сбоку вода льет. И ничего, Гидар Ильич, это как должное воспринимал. Стройка есть стройка. Тяжело было, конечно. Потому что шли мы на эти вот, глубина воды вот так была. Вот по воде мы шли. Я прошел. И за мной все прошли. Посмотрел. И увидел, что действительно условия тяжелые. И те обещания, которые дают, они не соответствуют действительности. Потом мы на машинах через гору переехали в восточную часть тоннеля. И там переночевали мы, потому что ехать было трудно, дорога трудная была. И утром там я начал, значит, пройти по тоннелю. То же самое условие. Очень тяжело. Ну, вышли мы, я там провел большое совещание. Ну, какие нужно было указания дал, сроки и так далее, и так далее. Самое главное, он знал, какое решение принять. И понимал, что он ответственность на себя берет. Есть два типа руководителей. Это руководители, которые не принимают решений, которые могут так или иначе быть опасными с точки зрения их собственной карьеры, с точки зрения их позиции. И таких руководителей, к сожалению, история видит в большинстве. И есть руководители, которые решения принимают. Гейдар Ильич из тех людей, который принимал решения. Вот когда на Северомуйском тоннеле мы застряли, да, и когда там, значит, срывали сроки, вот решение проблемы обхода, чтобы не идти через уклоны там крутые, а все-таки сохранить 18-тысячный уклон, чтобы можно было обеспечить проезд. Вокруг этого крутилось очень много проблем. Были за и было очень много против. Очень много было против, потому что, мол, дополнительные траты там и так далее, и так далее, что, мол, давайте. А 40-тысячный был обход построен, уклон, там два тепловоза меняли, там четыре цепляли. И он все-таки в конечном итоге принял правильное решение. И тогда вот этот 60-километровый обход, да, был построен. И дали возможность, обходя Северомуйский тоннель, выйти туда на восточный участок Бама. И там уже дальше, возможно, закончить сквозной проезд по Баму. Здесь он сыграл огромную роль. И поехали дальше. Потом есть такой город Тында. Это называется центром Байкало-Амурской магистрали. То есть это город, там города не было. Его построили с того времени, как начали строить Байкало-Амурскую магистраль для людей, которые там работают. Это в Амурской области. Но мы остановились там. Там я провел очень большое совещание. Но кроме работников-строителей БАМа, железнодорожников, транспортников, работников транспортного строительства, я пригласил руководителей всех областей, через которые БАМ проходил. И вот мы сегодня должны рассмотреть вопросы, связанные с выполнением постановления ЦК КПСС, принять необходимые меры для того, чтобы полностью обеспечить возможность притворения в жизнь патриотической инициативы коллективов магистрали, решения Центрального комитета КПСС. Комиссия Совета Министров по вопросам строительства магистрали систематически рассматривает вопросы, связанные с сооружением магистрали. Уже строительство магистрали подходит к концу. Мы сочли необходимым всем составам комиссии, с участием других руководителей министерств и ведомств Союза, на месте ознакомиться с положением дел, ходом строительства и рассмотреть возникшие вопросы. Мы должны сосредоточить свое внимание, прежде всего, на нерешенных вопросах, на узких местах по строительству магистрали, на недостатках, для того, чтобы мы сейчас, до того, как можно будет открыть движение на всем протяжении, могли бы принять соответствующие меры, устранить недостатки и обеспечить ускорение работы на всех участках. Все по деловому обсуждались, все конкретно обсуждались вопросы. Поднимается, выступает кто-то, так сказать, в части, касающейся решения им соответствующих задач, его заслушивает, внимательнейшим образом слушается, не перебивается этот товарищ. И по завершению его выступления ему, если есть необходимость в этом, задаются конкретные, не какие-то вопросы, так сказать, для того, чтобы задать вопросы, а конкретные вопросы, которые, безусловно, должны быть решены, или, может быть, по которым нужно впоследствии, после этого мероприятия, этого совещания, оказать соответствующую помощь. Большое совещание провел, очень серьезно покритиковал и сказал, что вы обманываете государство. Зачем вы даете неправдоподобную информацию? Выступавший товарищ знал, что он понесет строжайшее наказание за ложь. Ильяшко втирательство. В общем, жесткий у меня был разговор с ними. Потом поехал дальше. Когда мы прилетели на станции Бамовская, мы находились в разных вертолетах. Два вертолета было. Я во втором вертолете, а Алиев был в первом вертолете. И вот первый вертолет запутался в пути. Мы сели в Бамовское, а вертолета Алиеву не оказалось. И вот мы его искали по всем, значит, точкам, где он, где он. Вертолет, на котором прилетел Юдар Алиевич, он опустился недалеко от того места, где клали шпалы бригаду Бондаря. Он вышел, подошел к бригаде. Значит, была такая теплая тоже задушевная встреча. Он стал интересоваться условиями труда, что и как, значит, чем нужно, может быть, помочь. Естественно, и Бондарь, и ребята стали наперево просить у него помощи, чтобы их в дальнейшем, значит, как можно регулярнее снабжали строительным материалом. И он им пообещал помочь. Ну что, ребята, я передам Константину Стивеновичу, всем членам политбюро, все, о чем мы здесь с вами поговорим. Самое главное, что передам, ваш настрой хороший. Знаете, ваш энтузиазм, ваше желание работать еще лучше. Ведь все то, что вы вот делаете, вы выполняете по существу те задачи, которые поставлены в решении последних пленов в ЦК. Ребята предложили, давайте, Георгий Ильич, забейте очередной костыль на этой нашей дороге. Я прошу вас, забейте в наше звено вот этот символический костыль, который мы забиваем во все звенья, которые уже прошли на прошедшем участке. Я не был уверен, что он согласится. Не каждый бы пошел на это. А он сразу сказал, пожалуйста, давайте. Особые сереброги. Так. Так. Ну, не каждый, я бы сказал, справится с этим делом. Я боялся, что он или промахнется, или... А ничего, с нескольких ударов, я уж не помню со скольких, он вбил этот костыль под аплодисменты и тем самым оставил о себе такую реальную вещественную память на Баме. Так. На 780-м километре шага 721-го. Эта поездка осталась у меня в памяти, как яркая страница моей жизни. Потом поехал в Хабаровск, потом поехал во Владивосток. Там есть дальше Владивостока порт Находка. Это крупнейший морской порт, который ведет все перевозки Советского Союза не только с Японией, но и всеми другими странами вплоть до Соединенных Штатов Америки. Субтитры создавал DimaTorzok И потом вернулся обратно уже самолетом, чтобы не тратить время, и написал очень обстоятельную, но очень объективную записку в Политбюро. Но в Политбюро был такой порядок, как вначале рассылали такие записки членам Политбюро, они знакомились, потом уже на очередном заседании проходило обсуждение. И вот на очередном заседании, когда проходило обсуждение, я все это сказал, но еще многое добавил того, что записка не была отражена. Все ахнули, все удивились, как же так, мы до сих пор не знали это, и так далее, и так далее. Ну, я говорю, вот так, реальность такая. Но главным там по строительству был министр транспортного строительства Соснов. Он выступил, пытался, что нет, мы все исправим, но я его посадил на место. После того, как нам удалось собрать, как я считаю, немало интересного материала о вкладе Генера Ильича в строительство БАМа, мы, значит, по согласованию с Госкино сделали о нем, значит, этот фильм документальный. КОНЕЦ Я вообще за время работы на студии, общения с руководством Госкино, много раз сталкивался с при сдаче своих картин. По-разному. Перспективы роста транспортных связей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке были в центре внимания Ильдара Ильича Ильева. Главное место занимал, конечно, БАМ. Иногда приглашали на сдачу картины в Госкино, смотрели и высказывали свое мнение вслух. Но чаще они избегали этого. Просто брали копию, сами смотрели за кулисами, ничего вам, как автору, не говорили, подписывали акт о приемке и дальше судьба была в их руках. Отчета они ни студии, ни авторам не давали. Это их было право, так было заведено, к сожалению. Директор нашей студии сказал, что фильм принят, подписано, скажем, деньги за работу вы можете получить, но дальше тишина. Владимир Павлович, выходит так, что этот фильм кроме вас никто не видел? Никто. Нет, у нас и руководство Госкино, которое посмотрело, приняло и положили на полку. Гейдар Алиева, Гейдар Алиева, 18-й фильм Обами с участием члена Политбюро и первого заместителя председателя Совета Министра СССР Гейдар Алиева не был выпущен на экраны, был запрещен. Почему? Ну, его не пустили за меня. Правда, его могли выпустить, допустим, уже, ну, если не в 83-м, 84-м, 85-м году. Но в это время уже все ревновали меня. Очень ревностные отношения ко мне было. там были, там были, наверное, более серьезные какие-то политические причины, которые заставили, не позволили им еще раз показать роль и значение Алиева на этой стройке, его роль и значение в росте экономического могущества государства. Мы пытались отодвинуть его, значит, в сторону. представьте, что если такой летопись БАМа они снимали с самого начала. Если они 18-й фильм это был, до этого 17 фильмов ни одного руководителя Советского Союза не был и никто не был зафиксирован в фильме. А в 18-м фильме показать от начала до конца Алиева, конечно, они не хотели. Тем более, что уже в это время в 18-м 18-м году отношение ко мне ухудшилось и оно продолжалось два года и в 18-м 18-м году я ушел в Украинскую. Да, жалко, я не знаю, это для печати или не для печати, а жалко, что тогда... Ну, это политика такая была у этого самого Горбачева никчемная. Сильные кадры поубирал. Как раз он в расцвете сил был, страну уже познал уже все. И неразумная политика была. Она к этому и привела к развалу всего. Ну, вместе с тем бамовцы до сих пор помнят все это. До сих пор помнят. И не только бамовцы. Железнодорожники помнят об этом, я скажу, большом человеке, государственном деятеле, который для железнодорожного транспорта очень много сделал. И я думаю, то, что он сегодня работает устойчиво, его большая заслуга. Руководитель такого масштаба, как Ейдар Альевич Алиев, оставляет о себе только прекрасную память. И мне в жизни повезло, что я с этим человеком очень часто встречался. Это был спокойный, солидный человек, принимавший решения предварительно тщательнейшим образом неоднократно обдуманных. У нас с ним хорошие были отношения, добрые. Он поддерживал нас, транспортных строителей, очень поддерживал. Жалко. он мне остался в душе и сердце. У него весь фильм сохранился. Да, Геодорыч, к счастью, весь фильм сохранился. Это очень хорошо. Я его привез в Баку. Это очень хорошо. Знаете, я так жалел, что тогда еще, когда я там работал, не взял его копию и так далее. Это большое дело. Самое главное, что копия запрещенного фильма нашлась. долго искали, но все-таки нашли. Спасибо. Теперь люди узнают всю правду о строительстве Баку. Спасибо. Это для меня, это для моей, для меня, для моей жизни это большое дело. Документы. Никуда не денешься. Сколько хочешь рассказывай, ну это рассказ. А когда уже видишь, это молодец. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok